Всем привет, друзья! Меня зовут Леша из Mutim Digital. Все из вас наверняка увлекаются рисованием логотипов, созданием визиток, баннеров, но часто приходится работать с более сложными формами дизайна, и при их создании возникает куча самых разных вопросов. В этом видео я хотел бы рассказать вам, как поступать в тех или иных ситуациях, когда вас сковывают со всех сторон какие-то ограничения. На примере вот такого меню я расскажу, как можно облегчить его и сделать более опрятно. Это меню ресторана на неделю, и основная форма дизайна, которая здесь содержится, это таблицы. Основная проблема практически всех новичков в рисовании таблиц, это неправильное распределение акцентов. Многие не знают, что оказывается внутренности таблицы намного важнее рамок. Если мы сейчас посмотрим вот на таком даже отдалении на таблицу, то мы поймем, что рамки выглядят важнее содержимого, а это в корне неправильно. Рамки — это вспомогательный элемент, который помогает нам отделить блоки информации друг от друга. Сейчас же мы видим суперчеткие прямоугольники и какую-то мелкую, фиг пойми, как прочитываемую информацию внутри. Следующая проблема, с которой мы сталкиваемся — это заглавные буквы. Заглавные буквы хороши, когда вы ими пишете какой-то заголовок. Например, слово «понедельник» без проблем можно написать заглавными буквами, и вам ничего за это не будет. Но когда вы пишете информацию, которая состоит из нескольких строчек, и которая должна быть хорошо видимо и читаема, то сразу же возникают проблемы. Буквы в таком исполнении напоминают сплошные прямоугольники. Если вот так вот на таком приближении мы можем различить какие-то слова, какие-то отдельные буквы по их отличительным чертам, то уже на удалении это все превращается в какие-то сплошные прямоугольники и полукруги. Читать такое очень сложно. И самое важное, что я забыл упомянуть в самом начале — это меню предназначено для Инстаграма. И здесь автор был ограничен форматом квадратика — 1080 на 1080 пикселей. Не слишком большой формат, и справиться с таким будет не так легко даже опытному дизайнеру, что уж говорить о новичках. Следующая проблема, с которой столкнулся дизайнер, хотя, возможно, он сам этого не понял, это огромное количество дыр, которые образуются в шапке вот этого меню. Я просто сейчас на прямоугольниках покажу, как это выглядит, и вы уже сами сможете оценить их количество. Сейчас, когда вы смотрели на баннер, точнее на это меню, без вспомогательных прямоугольников, возможно, вам это не лезло в глаза, но если я начну их рисовать, то вы поймете, сколько белого бесполезного пространства у нас занято, не пойми под что. А место в таком формате очень важно, и его нужно экономить на максимум. Посмотрите, сколько серого пространства у нас остается просто, не занятое, ну, фактически ничем. Вот здесь я съел кусочек случайно, извиняюсь. То есть вот это все могло пойти на какую-то полезную информацию. Допустим, мы могли бы увеличить шрифты, могли бы сделать меньшее расстояние у каких-то других объектов, и за счет этого опять-таки увеличить шрифты, но нет. Также по оформлению куча непонятных всяких стилистических приемов, вроде вот этих вот подчеркиваний, которые тоже никак не играют на руку этому меню. Мы и так прекрасно понимаем, что вот этот блок с надписью меню отделяется от соседней информации, которая указывает нам о дате, когда оно будет работать. То есть если мы уберем вот эту вот штучку, то ни с чем не проиграем, а наоборот выиграем и сможем просто увеличить текст. Повторюсь, самое важное в таком дизайне, это попытаться сохранить нормальную читаемость при параметрах, которые заданы. Ну, тут у автора особая любовь к всяким рамкам. Мы их видим и в блоке со службой доставки, где у нас указаны просто адреса. Мне кажется излишним упоминание каждый раз завтрака, обеда и ужина. Мы и так понимаем, точнее мы могли бы вынести эту информацию в заголовок вместо слова меню указать завтрак, обед и ужин на неделю. И вполне было бы понятно, что за счет каких-то отступов, что завтрак это завтрак, обед это обед, а ужин это ужин. Но вместо этого информация дублируется множество раз и перетягивает на себя внимание больше, чем сами блюда, которые в этих пунктах. В таблицах при помощи более жирного шрифта не всегда стоит выделять тот элемент, точнее тот заголовок, к которому относятся внутренние элементы. Я уже на первом слайде понимаю, что здесь есть какие-то пробелы, соответственно первое это завтрак, второе это обед, а дальше уже у нас идет ужин. Но это дублируют так много раз, что эта информация кажется важнее, чем внутренность. Ну и переходим к вот этой вот информации. Для меня кажется очень странным определение персона, две персоны. По-моему у нас так не говорят, я знаю, что в Америке вроде как есть какой-то загон на этот счет. Слышал такую новость, что теперь нужно произносить не human, потому что есть man, man, а нужно произносить person, потому что это обезличивает, это может быть как мужчина, так и женщина. У нас есть прекрасное слово человек, которое не принадлежит ни к тому, ни к другому. Но в принципе это все нюансы, которые относятся к изначальной работе. Вот что предлагаю я. В шапку мы помещаем всю основную информацию, которая дает нам понять, о чем уже рассказывается во всем остальном меню. У нас здесь прекрасно вмещается логотип, его размещение вот здесь очень своеобразное. Я не вижу ничего страшного в том, чтобы отразить вот эту часть, потому что чаще всего верстка у нас идет по левой стороне. То есть все основное выравнивание, даже в этой таблице, за что, кстати, нужно похвалить автора, он сделал всю верстку по левой стороне, во всяком случае внутри основных блоков. Соответственно, когда мы верстаем логотип точно таким же образом, мы не съедаем бесполезно пространство, а ведь логотип у нас вот такой вот выемкой, которая торчит, вот эта ручка от доски. В шапку, как я уже и сказал, мы помещаем определение завтрак, обед и ужин на неделю вместо слова «меню». Таким образом мы понимаем, что это конкретно. Понятная очередность. Завтрак, обед, ужин. Никаких сомнений быть не может. Таблички там, где они не нужны, мы убавляем. Мне показалось, что в этом стиле будет уместно использовать разделитель. Разделители не всегда нужны. Иногда достаточно показать отделение блоков при помощи простого пробела, но здесь разделитель имеет место, но не нужно делать его суперявным. Другой момент – это уже конкретно меню на каждый день. Я показал разделение на завтрак, обед и ужин. Опять-таки при помощи тех же разделителей выглядит понятно, как показалось мне, как в принципе показалось бы, наверное, многим людям. Но, как выяснилось в ТикТоке и в других соцсетях, людям некоторым становится непонятно, где здесь завтрак, обед и ужин. И они пожаловались на то, что меню можно изучать очень долго и не понять этой информации. Я, конечно же, с этим не согласен, потому что, о чем могут еще говорить три вот этих, точнее два вот этих разделителя? Ну, они делят меню на три блока. Какие еще могут быть другие блоки, кроме завтрака, обеда и ужина? За счет того, что мы не рисуем дополнительные какие-то рамки, не стараемся впихнуть невпихуемое, получилось увеличить весь размер шрифтов. Здесь у нас 22, здесь не получится его подсчитать. Но если мы пододвинем два меню друг к другу, то мы увидим, что вот этот шрифт, и, кстати, очень важно, это вертикальный шрифт, в нем буквы выглядят выше, и, соответственно, их легче прочитать. Почему я выбрал вертикальный шрифт? Это тоже очень хороший и важный вопрос. Выходило видео, в котором я рассказывал, что если вы верстаете информацию в вертикальный блок, логично использовать вертикальный шрифт. К тому же нам на это намекает логотип. Часто при выборе шрифтов следует ориентироваться как раз таки на логотип. На что же еще следует ориентироваться? В логотипе используется вертикальный шрифт. Почему бы не использовать точно такой же по настроению к пунктам меню? И вообще ко всему остальному фирменному стилю. Это очень удобное решение. Тем более в данном случае это вообще супер выигрышное решение. Акцент здесь падает на дни недели, чтобы мы точнее могли их отделить. Не на каждый пункт меню, то есть понедельник, вторник, мы точно видим даже на отдалении, что эта информация чуточку больше, чем та, что находится внутри. И, соответственно, легче разделяем эти дни. Хотя бы мы и так это сделали в любом случае. И линейка здесь становится более плотной, чем здесь за счет увеличенного количества черной краски. А вот граммы я решил выделить при помощи цвета. Граммовка это очень важный параметр для многих людей. Я в этом уверен. Вы когда ходите в заведение, вы ориентируетесь на граммы. Накушаюсь я или не накушаюсь. Но, что важно, граммы при этом в несколько раз меньше, чем основная надпись. То есть, если здесь 18, то основная надпись у нас 22. Каждая граммовка стоит не слева, не справа, не выровнена вот здесь, потому что нужно экономить место. И компромиссным решением здесь является выравнивание снизу. То есть, под пунктом меню мы ставим граммовку. Выглядит опрятно и очень легко находить граммы. В табличке с характеристиками доставки я убрал лишнюю заливку. В изначальном варианте меню она очень отвлекает внимание. И вообще здесь очень рассеяно внимание, в принципе, по каждому из пунктов. Ты не знаешь, куда смотреть, потому что верстка очень разрозненная. А здесь ты понимаешь четко, что есть шапка, есть пункты меню, а вот здесь какой-то такой стикерок, на котором у нас какая-то дополнительная, но важная информация. Как понять, что она важная? Опять-таки, по увеличенному размеру шрифта. Как вы помните, здесь у нас был 22, здесь 26. И шрифт 26 используется в других пунктах на этом меню. Еще один очень важный совет. Старайтесь использовать как можно меньше кеглей. Ну, то есть, в простонародье размеров букв. Если вы задали какие-то характеристики, допустим, я буду писать заголовки только таким, подзаголовки только таким, а все остальные слова вот только этим размером шрифтов. Руководствуйтесь ими на протяжении всего макета. Тогда он будет смотреться опрятнее, не будет вызывать чувство, что вы где-то прошляпились, и у вас случайно съехала рука, и вы указали не тот размер шрифта. Здесь вся информация размещается, повторюсь, вот в таком аккуратном стикере. Каждый пункт меню я выделил при помощи, как мне показалось, у местного вот такого вот ромбика. В данном случае он выступает буллетом. Почему ромбик? Да потому что форма стикера в оригинале тоже была с некими ромбиками. Только я сделал их не настолько заостренными, чтобы опять-таки не съедать пространство. И они аккуратно отделяют информацию, какая-то менее важная информация пишется меньшим размером шрифта. И, собственно, вот таким образом все становится очень аккуратно и очень опрятно. Но поскольку я прислушиваюсь к мнению людей, причем мнению абсолютно разному, мне стало интересно, как можно сделать альтернативный вариант этого меню. И пришел я к вот такому меню. Это альтернатива на тему того, а если написать завтрак, обед и ужин. В принципе, такой вариант тоже имеет место на жизнь. Но проблема в том, что надписей и так очень много. Представьте, что вы открываете это меню у себя в Инстаграме. Я не смогу сейчас показать точный размер, как у вас это будет отображаться. Но представьте, вам нужно в Инстаграме прочитать кучу, огромную кучу текста. И мало того, что его и так много за счет пунктов с едой, вам еще усложняет всю жизнь тем, что добавляют дополнительно пункты с разделением на завтрак, обед и ужин. Да, для кого-то такое меню будет читаться легче. И в данном случае пришлось прибегать, на мой взгляд, не самому лучшему варианту размещения громовок. А я повторюсь, разместить их аккуратно табличкой, то есть по классической методике. Вот здесь у нас, допустим, пишется блюдо. Здесь у нас съезжает вот сюда, допустим, громовка. И мы вот таким образом их считываем. Это не получится, потому что тогда придется урезать размер шрифта. Это нам не нужно. Мы работаем над тем, чтобы увеличить буквы и над тем, чтобы повысить читаемость этого меню. Так вот, пришлось прибегнуть к самому, на мой взгляд, неудачному решению. Это ставить громовки через запятую. Почему через запятую? Почему запятую, допустим, не убрать? Потому что есть пункты меню. Сейчас найду и покажу вам, где же он. Вот, допустим, оладьи, сметана, джем. Мы видим, что это пункты, которые уже пишут через запятую. Можно было бы поработать, допустим, с текстом и сделать альтернативный вариант, в котором бы писались оладьи плюс сметана плюс джем. В принципе, тогда, наверное, запятая была бы не нужна. Но все равно найдется какой-то вариант. Допустим, не в этом меню конкретно. Точнее, не с этими блюдами, но с какими-то другими. Когда не получится сделать иначе. Ну вот никак, придется ставить запятую. И что тогда? Ну тогда получается, что лучшим варианту как раз будет запятая. Информация легла тоже довольно неплохо. И, в принципе, читается так же просто. Никакие дополнительные разделители нам не нужны. Как работает такая таблица? У нас есть одна колонка. Ну или как это сказать? Скорее всего, слово колонка уместно в данном случае. Или один пункт таблицы. И в нем есть основной заголовок. Среда. Внутри у нас есть три других подпункта. Они отделяются между собой расстояниями. А внутри каждого подпункта у нас тоже есть заголовок. Который в данном случае нужно написать меньшим шрифтом. Как я уже сказал, завтрак не должен перетянуть на себя внимание с основного блюда. И, соответственно, расстояние внутри блока, получается, до своего заголовка будет меньше, чем между основными блоками. Возможно, стоило бы отделять вот эти блоки на такое же расстояние, как между ними. То есть 10 пикселей. Здесь у нас в данном случае три. Вот таким вот образом. Но, опять-таки, мы съедаем непонятно зачем кучу пространства. И таблица растягивается очень сильно вниз. А у нас дизайн не резиновый. Это не сайт. У нас куча ограничений. 10 в 80 пикселей. Это нифига себе. Соответственно, пришлось прижимать заголовок к первому пункту. Но, в принципе, практически все списки так и работают. Мы заголовок в списке прижимаем к первому пункту, а все остальные пункты списка отделяем большим расстоянием. В остальном таблица осталась неизменной. Только громовки сменили цвет, но по понятным причинам, потому что акцент сместился на завтрак, обед и ужин. Я по-прежнему встаю на том, что этот вариант намного чище и приятнее практически со всех точек зрения. Здесь громовки расположены более приятно. Их легче найти. Они не перескакивают со строчки на строчку. А это в любом случае будет тем компромиссом, к которому мы придем. Я напоминаю, что дизайн. Это не всегда идеальные варианты. Дизайн это очень часто поиск компромиссов. У вас не получится сделать идеальный вариант, в котором будут учтены все ваши хотелки. В любом случае будут компромиссы. Вот вы сейчас подумали, что, блин, как же идеально у меня все встало здесь. А потом появится какой-то пункт меню, который будет занимать не три строчки, а четыре. И все, и ваша система покатилась. Но в целом я предусмотрел здесь основные варианты, которые могут быть. Не забывайте про все обряды в виде лайков и подписок. А еще обязательно переходите в наш инстаграм и телеграм. Мы пишем только практические статьи про дизайн и маркетинг. До скорого.